Так, добрый день, вечер, утро. Пожалуйста, поставьте по 10-бальной шкале, насколько хорошо меня видно и слышно. Так, видимо, мне придется еще раз пояснить. Не знаю, насколько хорошо это у меня получится, но тем не менее. Так, сейчас я еще раз попробую найти эту страничку, на которой это не то, к сожалению. В принципе, можно сказать. В принципе, можно сказать и non-refined, и unrefined. Какое это имеет отношение к нашему сегодняшнему уроку, я сейчас вам поясню. Дело все в том, что когда ребенок еще не ходит в школу, ну где-то лет до шести, до семи, в англоязычной стране, да и в любом государстве, он разговаривает нестандартно, некорректно. Это называется по-английски unrefined. То есть разговаривает на смеси фраз, которые, то есть примерно так, как это описано в романе Forrest Gump. То есть из Forrest Gump идет речь обычного человека, но говорят почему-то, говорит почему-то взрослый. То есть получается у него просто неочищенный, он разговаривает на неочищенном, на неизящном виде языка. Я сейчас попробую найти все-таки перевод, тот, который я до этого находил, секундочку. Тут много чего, очень много интересного. То есть это и группы, тот язык, на котором разговаривают дети, разговаривают они на этом языке, потому что родители отдают их в сад, преподаватели в детском саду или в гувернантке какой-нибудь, baby-sitter, baby-sitter никаким совершенственным языком ребенку заниматься не будет. Никакого, никаким совершенственным языком ребенка заниматься не будет. Потому что она сидит в телефоне, она занимается своими делами. И ее главная задача просто сидеть с ребенком. Няня, не няня, педагог, не педагог. Ну то есть примерно так, как вот люди учатся, дети учатся в школе. То есть особого присмотра за ними нет, в группе тем более, да индивидуально тем более. То есть выбирают обычно няню подешевле, baby-sitter, и она занимается с ребенком непонятно чем. Короче говоря, к первому классу ребенок не понимает, что говорить грамотно, какие фразы грамотные, а какие неграмотные. То есть он может свободно ругаться, употреблять речные, цезурные слова и тому подобное через слово. И вопрос, и дальше происходит следующее. В течение школы 2% детей, 2 из 100, может быть 5 максимум, удается понять, что такое очищенный язык изящный, и что такое грубый, кошмар, не знаю, неочищенный, хамовитый, деревенский и тому подобное. Они начинают нормально себя вести в любом обществе. То есть у них сохраняются два вида языка. Форестогамповский и литературный. И литературный они свободно могут переходить с одного на другой. А остальные дети, к сожалению, как были форестогампами, так и остаются. Та же самая ситуация во всех странах мира, к моему величайшему сожалению. Если где-то беспрерывно не читают слух грамотные тексты, контроль над учебным процессом теряется в первые же дни, в течение первых же занятий в школе. Это первое. Ну, в школе на курсах и так далее. И дальше преподаватель уже не знает, какая информация содержится в голове какого ребенка. Контролировать ничего он не в состоянии. То есть перевод с громкого чтения на молчаливое чтение обеспечил практически полный развал учебного процесса во всех странах мира. Кому понятно, что я сейчас говорю, пожалуйста, поставьте плюсик. Это очень-очень важный момент. Очень важный. Важнее ничего я еще не говорил. То есть откуда? Откуда вообще берется, выберутся вот эти проблемы. Очень надеюсь, что я найду. По сожалению, перевод не тот. Так, это реверса у нас. Реверса. Вот интересно здесь посмотреть. Что нам тут дать? В меню. О, нашлось. Ура, ура, ура. Дело в том, что это я повторяю. Повторяю, потому что до этого запись урока у нас не получилась. И я повторяю введение третий урок. Курс по полисту гамп. Так вот, как же разговаривает ребенок до того, как ему начинают улучшать английский в школе. Или якобы начинают пытаться улучшить английский в школе. То есть говорить так нельзя, говорите так нельзя, говорите. Он разговаривает неучтиво, грубо, невежливо, нерафинированно, неослифованно, неучтиво. Но неучтиво уже было. Неизящно, неизысканно, неусовершенствованно, неутонченно. Ну, то есть, в общем-то, короче говоря, не аристократически. И ненормально. И если еще точнее, как неграмотный человек, как деревенщина. Ну, примерно так. Книга Форрест Гамп написана в двух стилях. В стиле неочищенной речи, нерафинированной. Unrefined пишется, напишу вам сейчас. Это должно дойти, попробуйте понять. И дальше я уже буду, спасибо за плюсики, дальше буду классифицировать, что является непочищенной речью, неочищенной, простите, речью, ну, как масло, рафинированное, нерафинированное. А что является рафинированной речью? Вот и все. Все очень просто. Просто понять это, когда с вами разговаривает носитель языка, практически невозможно. Просто невозможно. А вы научитесь понимать, где, откуда и как берутся эти два вида речи. Так, и что они из себя представляют? Ну, вы, в принципе, уже получили какое-то представление. Я просто к чему? Unrefined – это вот такой термин, да? Который они сами используют. Вот детки приходят в школу с Unrefined English. Называется неочищенный, но неизящный, да? То есть несут, болтают все, что хотят. Это происходит в любой стране. Россия, Украина, без разницы. То есть Казахстан. То есть детки разговаривают, как обычно, а должны разговаривать весьма учтиво. То есть школа должна готовить массово. Сад, детский сад и школа должны готовить массово людей, разговаривающего учтиво. Учтиво, очень точно, понятно и тому подобное, но этого не происходит. Почему? Родители находятся в садике. Простите, родители сдают ребенка в садик. Преподавательное состояние там ничего улучшить, потому что подготовку в Киргузе не учат корректировать речь детей. Вот, это работа логопеда. Логопед может быть подправить звуки, но стилистику речь он не подправит. И поэтому большинство людей тогда останутся форестами. Отлично. Большинство людей так и останутся форестами Гампами. На какой фразе... Поставьте, пожалуйста. На какой фразе связь оборвалась? Пожалуйста, поставьте эту фразу. Напишите фразу, чтобы не было обрыва подачи информации. Так вот. В группе язык не усовершенствовать. А, большинство людей... Спасибо, Галина. Большинство людей так и остаются форестами Гампами. А нам это не вдомет. То есть нам сразу дают учебник грамотного английского. И у нас возникает впечатление, что все люди так разговаривают. А потом мы испытываем большой культурный шок, когда мы видим, что это не так. Так вот. Еще раз конкретизируем. Когда вы отдаете ребенка в школу, детский сад в школу или в вуз, вы теряете контроль над его учебным процессом, над тем, как ведется учебный процесс, а он там толком никак не ведется. То есть просто детей держат, как бы, не знаю, в зоопарке, клетке, потому что группу детей очень сложно одному или даже двум преподавателям очень сложно обучить группу людей. Они не знают, что с ней делать. То есть дети буквально разбегаются. То есть... А почему? Потому что большинство видов активности творческих. Так вот. Можно было бы проконтролировать формирование правильной речи, если бы дети в садике или в школе начали бы читать с преподавателями слух. Но большинство преподавателей в обычных школах являются не весьма грамотными людьми. И поэтому организовать хоровое чтение они не в состоянии, а даже если в состоянии, тогда они не в состоянии проконтролировать качество повторения детьми. То есть получается разнобой. Я об этом рассказывал. Неоднократно. То есть получается хор одноголосия типа кошачьего концерта. Родители видят ребенка только вечером. Причем вечером они всегда обычно едут в магазин, занимаются какими-то делами. Ребенка тоже не обращают никакого внимания. То есть время, которое родители тратят на обучение, на совершенство речи ребенка, фактически это раннее утро, полчаса, и суббота, воскресенье. Но, естественно, никто не будет всю субботу, воскресенье ходить за ребенком и исправлять его речь, корректировать его речь. Потому что родители действуют по принципу. Главное, чтобы я понял. Если ребенок говорит то, что понятно мне, пусть он разговаривает неправильно, собака, бебебе, не знаю, акула, акула вместо акула, лишь бы мне было понятно. То есть лишь бы он меня не нервировал, и все было хорошо. А обучением типа займется садик и школа. Садик и школа никаким обучением не занимается, и речь толком не исправляет. То есть только 2% людей, как я уже говорил, от 2 до 5. Ну, в элитных школах побольше, потому что там и базы получше. Ну, а так у обычного человека никакой базы нет. Он просто говорит, как говорит. То есть корректируется речь только двумя способами. Первое. Ребенок говорит что-то хамское и получает пинок от постороннего человека или же от своего близкого, или от своего близкого. Вся история. То есть если вы что-то неправильно говорите или делаете, а вас никто не поправляет, значит, у вас ничего не сформируется, извините. Поэтому у вас остается только один способ формирования. Это чтение вслух. То есть нужно загнать. Загнать в мозг, в кавычках загнать, загнать в мозг правильные структуры. То есть именно употребимые структуры. Таким образом, существует три вида структур. Первое, которое можно построить по грамматике, написанное в учебнике. Второе, можно построить по грамматике, не написанное в учебнике, но употребляемое в разговорной речи. То, что идет в книге Форреста. И третье. Третий вид структур, которые по грамматике не построишь. Приехали. Которые нужно просто повторить неоднократно. И только так вы сможете их адсорбировать и понять. Вам кажется, да ну, наверное, этих структур немного. Да нет. Именно что, да нет. Потому что большинство детских книг написаны именно этими структурами. То есть полностью выучив все грамматические правила и якобы все структуры, вы все равно не сможете разговаривать теми фразами, которые понимают все дети. Которыми напишутся книги для трех-четырех-пятилетних детей. Там идут многие фразы, идут неподвластные, не устные речи, которые нельзя описать, как безграмотные, не рафинированные, и как грамматически правильные. То есть они идут как бы на стыке. И эти фразы, они адсорбируются только за счет повторения, а не за счет понимания принципов, которым они построены. Кому понятно то, что я сейчас говорю, пожалуйста, поставьте плюсики. Я возьму 30-50 секундный перерыв. Продолжение следует... attend Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Продолжение следует... Пояснить, что такое три вида английской речи. Насколько хорошо меня видно и слышно? Пожалуйста, поставьте плюсик. Да. Нам кто-то мешает выступать. Нам кто-то мешает урок проводить. Так. Были обрывы? Если были обрывы, поставьте плюсики. Вот только что были обрывы в моем выступлении. Сейчас меня видно, слышно? А, вижу, Галина, спасибо. А большие обрывы или нет? Большие? Нет. Так. Какие мысли я пытался донести, Валерия, Галина? Что вы не уловили из этих мыслей? Что повторить? Это наиважнейшая информация. Я даже... Я не могу... Я сам не могу по десятипальной шкале оценить ее важность. То есть важность 11, понимаете? То есть она зашкаливает, запредельная важность в информации. Просто запредельная. Так. Так, спасибо. Идет три структуры, три вида речи. Я повторю. Потому что остальное все равно чисто дело техники, то есть непосредственно обсуждение текста. Но хорошо понимать теорию. Теория такая. Существует три вида речи. Одна детская, нерафинированная. Вот просто ребенок бегает по улицам, и у одного взял одну фразу, у другого взял другую фразу. Вы это не контролируете, родители не контролируют, никто не контролирует. И ребенок приходит в школу, типа там научат. Там проходит 11 лет, ничему опять не научили. Ну, старая история. А, как обычно. То есть, как говорил плохо, так и говорит. Как писал отвратительно, не понимая, что он пишет и куда пишет. Так и пишет. То есть, это обычная ситуация. Школа не рассчитана, или даже если рассчитана, то не работает, и никаких массово грамотных, грамотно пишущих и говорящих людей, к величайшему сожалению, не выпускает. Дальше. Теперь. В любой детской книжке, в любой детской книжке, ну, просто возьмите, например, «Щенячий патруль». Ну, вот, возьмите, найдите в интернете «Щенячий патруль». «Патруль». Напишу сейчас. И посмотрите, какое количество в них содержится фраз, которые по грамматике не построишь. Причем эти книжки рассчитаны на детей трех-четырех-пятилетнего возраста. То есть, получается, дети понимают, а вы – нет, а взрослые – нет. А почему? А потому что это третий ветвейщик, который… Это третий ветвейщик, который осваивается не за счет понимания структуры, потому что они вообще выходят за пределы понимания, как так можно говорить, называется, или писать. Ну, они понятны, но ты так не скажешь. Ты не сможешь это сформулировать. Ты можешь это только скалькировать. То есть, можно сказать, скопировать. Сформулировать нечто подобное очень сложно. То есть, существует большое количество фраз, которые как бы находятся на стыке двух видов грамматики. Первая грамматика – устная. Вторая, которая нигде не описана, я вам ее поясняю. Вторая грамматика – латинизированная, латинская. Вот. И три… А третья – внеграмматические структуры. Кому понятно, что я сейчас говорю, пожалуйста, поставьте плюсик. И все. И поэтому, когда вы пытаетесь писать или говорить, вы пытаетесь произносить только те фразы, формирование которых вам, в принципе, как-то понятно. То есть, нас приучили проговаривать фразы, говорить только то, что осознал. То есть, мы инстинктивно боимся говорить вещи, которые нам непонятны. И поэтому в нашей речи нет. Нет простейших выражений, которые понимают все дети англоязычных. Ни в каком возрасте, ни у кого, ни как, этих выражений в речи русскоязычных преподавателей, кого угодно, лингвистов, переводчиков, нет, не было и нет. Потому что они вне грамматические. Все. Кому понятно то, что я сейчас говорю, пожалуйста, поставьте плюсики. И дальше открываем книгу Форресган. Я не могу. Не могу. Вам меня видно, слышно. Поставьте оценку при 10-бальной шкале. Пожалуйста. Потому что я не вижу ни плюсиков, никакой реакции. Я не могу. То есть, просто можно брать любые фразы, они настолько смешные из-за вот этой смеси официальной грамматики с неофициальной, что просто диву даешься. Но самое интересное, что в них почти нет, в книге почти нет вот этой вот межграмматической, как бы, вне грамматических структур. wo в в в в Продолжение следует... 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 Вы тоже смеетесь. Если вы не будете смеяться, то вы вообще чужой человек. Вы как белая ворона, извините. То есть вы не понимаете шуток, получается. То есть дети учатся смеяться в двух случаях, их же дети. Когда взрослые смеются, они начинают подхихихивать. Второй вариант. Ребенок смеется и смотрит на реакцию взрослого. А взрослый говорит, это смешно или это не смешно. Так вот, то, что дальше идет в предложении, это очень смешно. Это просто гомерически смешно. А тот факт, что я был слишком глуп, чтобы играть в американский футбол, не произвел никакого впечатления на армию Соединенных Штатов. Никакого. Это нон. Это очень смешно. Сама структура абсолютно грамматична. То есть само-то это нон, оно здесь вообще не должно быть. It doesn't belong here. Никакого отношения не имеет. То есть это звучит, как будто, как какой-то Петросян говорит. Как будто Петросян выступает. Comedy club. То есть вам-то, может быть, это не смешно, но англоязычному это очень смешно. То есть в англоязычном обществе ценятся люди, которые умеют шутить. То есть основным критерием подбора мужа или жены, не поверите, является, является именно, является юморной способность воспринимать и передавать юмор. Вот, транслировать, как они говорят, транслировать. Юмор своему партнеру. То есть фраза идет такая. You make me laugh. Когда спрашивают. Это очень важный элемент общения. То есть люди, которые ведут себя, ну, можно сказать, как клоуны, да, говорят веселые вещи, имеют все шансы выйти замуж или жениться, да, на человека, который особо этого делать не умеет. You make me laugh. То есть человеку заявляется, то есть если кому-то причиной свадьбы выступает одна из основных причин, he makes me laugh. Или she makes me laugh. Что переводится? Она или он веселый человек. Так? The fact that I was too dumb. Ну, типа. А, это можно перевести на какой-то грузинский русский, понимаете, да, там, где люди... Жду от вас, жду от вас, сейчас видно? Да, ну, дела. Так, а на каком слое был обрыв? То есть если нам, русско-славяно, там, язычным людям, а данная фраза не смешна, то мы должны вынудить себя, я не знаю, заставить себя смеяться каждой шутке. Иначе мы никому не интересны. Человек, который ходит в серьёзную физиономию и не понимает шуток, это нечто аналогичное воспринимается, как эссэсорис, наверное. Как будто вы руководитель какой-то зондеркоманды. То есть не смеются тихие люди. Тем более шуток у них такое количество, что просто дальше некуда. Постоянно огромное количество шуток, но их шутки нас не веселят. Мы ждём наших шуток. А наших шуток не поступает, не единый. Естественно, мы ходим с угрюмым лицом. Так, насколько хорошо мясо было? Слышно и видно сейчас. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Здесь по фестивальной шкале, пожалуйста. Пожалуйста. То, что я, Пуалис говорит, то, что я был идиотом, не произвело никакого впечатления на администрацию армии США. Это же весело. Я не знаю, когда вам объяснить. То есть когда человек, как бы, нерафинированно в английском говорит, то, что я таким мрачным, мрачным, смотрите, то, что я был, ну, представьте себе хотя бы Тома Хэнкса, да? Представьте себе, что он сидит и серьёзным лицом говорит, то, что я оказался идиотом, то, что я была идиотом, идиот, ошибаюсь, видите, да? То, что я был идиот, никак не впечатлило армию США. Дальше идёт. Вообще никак. Кому весело, поставьте плюсики. Это же смешно. Но правда смешно, честное слово. Это не просто текст, который нужно смотреть, смотреть с какими-то серьёзными глазами. Это весёлый текст. Николай, скажите, пожалуйста, как часто всё зависает? Много там работы по редактированию будет? Или не очень? Безобразие, конечно, полное безобразие. Ну, ничего, что-нибудь придумаем. Может, если дело в вебинарной комнате, тогда нужно будет её просто поменять, но руки не доходили. Так, теперь следующее. Благодарю вас. Теперь открываем. Сейчас я по поводу армии. Так. По поводу армии сейчас кое-что открою. Посмотрим, какая-то страничка вам понравится. Так, не понимаю. А на вещи какие-то происходят, извините. Вы не представляете, у меня в окошечке для поиска мелькают миллионы каких-то букв и цифр. Секунду. Да нет, наверное, Галина. Дело в том, что здесь присутствует наш товарищ Николай из Киева. Он хорошо разбирается. В записи всё было хорошо. Да, отлично, я поздравляю вас. Так, секундочку. Я не могу найти слово, слово, слово «карнел». Мне не даёт, не даёт найти. Секунду. Вот просто не даёт, представляете, да? Я даже не знаю, как давал писать. В окошечке поиска документа появляется огромное количество мелькающих знаков. То есть мне не даёт найти. Какой-то хакер, я не знаю, что это такое. Я не знаю, хоть заплывай прямо документы. Ладно, давай сказать, что делать. А, да. Вот тут интересное, например, предложение. Пока не даёт, не найти ничего. О, я не могу. Окей. Так, секунду. То, что же это смеётся, это, конечно, не... Да. Смотрите. All this happened, или with, ну, the with нормально было, during the month of August. Month of August, говорят в Библии. То есть откуда он это выяснил? Это типа, знаете, как звучит? В апреле месяце. То есть это тавтология. All this, all that, this was during the month of August. The month of August. All this was during the month of August. Which is, which in the state of Alabama... Всё это было в апреле месяце. Уже не грамотный человек, видите, да? Alabama. Which in the state of Alabama is somewhat hotter. Какой-то чуть-чуть жарче, чем где-то в другом месте. Это нормально. ОК. Ничего. Если что, я проведу дополнительную. Так вот. Юмор заключается в том... Юмор заключается в том... Так, сейчас меня видно, слышно по десятибальной шкале. Так. Сейчас меня видно, слышно, Галина. ОК. Вот гадость, а? Так вот. Юмор здесь заключается в том, что Форрест Гамп сам по себе говорит удивительно смешную вещь, которая на носителя производит... То есть впечатляет носителя. И он улыбается или смеется. То есть написано. То есть всем понятно, что в Алабаме летом 40-40 градусов, 42 градуса. Это ужас какой-то, что там творится. Вот. То есть это какой-то Ташкент. Вот. Но нашему-то человеку особо не понятно, что такое Алабама. Поэтому, как он видит предложение, где Форрест серьезной физиономии говорит. Ну, в месяце августа, который в штате Алабама, в какой-то мере жарче, чем в других местах, это правильно английский. А тут получается, что по идее нужно вместо Алабама из говорить Алабама was и when it was elsewhere. Потому что нужно применить последствия с времен, которые дети должны, по идее, учиться в школе. Которые дети должны, по идее, освоить в школе. Но у них не получается. Как вы понимаете, да? То есть мы сейчас видим взрослого человека, у которого в речи присутствует из Гарварда, где он там подвязался, да? В разных среде образованных людей и тому подобное. Присутствуют заявления из высшей грамматики, стилистики. И непонятно какие. Дальше. А дальше объясняется, то есть по первому предложению никто из наших не улыбается. Англазичный человек, у всех уже смешно. А дальше, чтобы усилить эффект, автор пишет. That is to say, так сказать, that if you put an egg, должно быть, an egg, an egg, яйцо, on top of your football helmet, на ваш футбольный шлем, it would be fried sunny side up in about 10 seconds. Прекрасный английский. Ну, за исключением странной водки. That is to say. Ну, типа, это, хотелось бы подчеркнуть, получается, вроде, вроде, как бы, значение в этом смысле. That is to say. That if you put an egg on top, то есть тут неграмотного только a egg, фактически, on top of your football helmet, футбольного шлема, it would be fried на солнечной стороне, sunny side up, повёрнутой в солнечной стороне, in about 10 seconds. Ну, то есть, ну, типа, немножко жарковато, а следующее предложение. Да это же, да это же, как в аду, получается. Нам, опять же, вроде как бы не смешно, англоязычным очень смешно, что яйцо зажарится на твоём футбольном шлеме фореста. Если вас это не улыбает, то у вас проблемы. Вы слишком серьёзно относитесь к англоязычному юмору. То есть, вы сначала пытаетесь его понять, а потом засмеяться. А у них наоборот. Сначала смеёмся, потом понимаем. Так, кому понятно всё, что сейчас говорил, пожалуйста, поставьте плюсик. Да что ж такое? Да. Так, ну, сейчас я поищу вот кусочки. Так. О! 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 Так. Так, открываем, открываем часть, главу, главу, часть восьмую. Давайте порадуемся. За форестом Гампом прилетел придурок-полковник Гуч. Он его, как героя войны, как чемпиона мира по пинг-понгу американского, он только что победил в чемпионате, и тому подобное, как вьетнамского ветерана, ветерана войны о Вьетнаме, везёт домой в Америку. Это подполковник Гуч. Лютенант Кернел. Лютенант Кернел. Это... Но он называет его просто Кернел. Это когда я... Когда мой начальник роты назвал подполковника, командира штаба, назвал товарищ полковник, тот ему сказал, «Капитан, я не полковник, я подполковник, я же вас не называю майором». Вот. То есть это его юмор. Но юмор страшный, потому что при таком отношении руководителя к капитану, да ещё афганец, афганец-полковник Шмырков, вот. Извините, но карьерного роста явно не будет. Ты явно будешь где-то находиться где-то в Магадане. Так вот, очень скоро. Не получилось подализаться. Так вот, тут фраз, как бы, ну, сокращённо подполковника называют полковником. Всё, открыли. Как только откроете, поставьте цифру 9. Девятая глава. Вы проявите. Восьмой глава. Chapter 8. Chapter 8. Chapter 8. Chapter 8. Материал усваивается только одним образом. Лёгкий анализ, глубокий анализ или повторение. Но, когда вы повторяете грамотное и неграмотное, вы уподобляетесь, вы не понимаете, что такое грамотное и неграмотное, вы уподобляетесь обычному американско-британско-новозеландскому ребёнку. То есть, у вас ненормальная будет ненормальная речь. Даже если вы родились в англоязычной, даже если ваш ребёнок родится в англоязычной стране, это всё равно ничего не даст. Вы должны этому ребёнку, твоему ребёнку, простите, не этому. Вы должны его корректировать. Корректировка. Вот эти фразы хорошо произносить? Правильно, правильные фразы. Вот эти фразы хорошо, когда ты произносишь вот так, вот так вот формируешь фразу и говоришь вот такие вещи, а вот так нехорошо говорить. Поэтому, если вы прочитаете, например, тумчиво, толкового Фореста Гампа, то вы станете Форестом Гампом, то есть, американским, британским дворожником, который за всю жизнь ничего не выучил, вы будете думать, что именно так и надо разговаривать. Если вы будете считать речь того же Стивена Кинга и не понимать, где они перешли на речь, где персонажи переходят на речь Фореста Гампа, вы тоже освоите непонятно, какую разговорную речь. Так, кому понятно то, что я сейчас говорил, пожалуйста, поставьте плюсики. Переходим к восьмой главе. Господи, неужели у нас все наконец-то заработало, расшаталось и тому подобное? Расшаталась структура, структура, мешает работать. Так, о, господи, боже мой. Я же, конечно, когда-то их все даже не критиковал, пытался всем помочь. Я проводил бесплатные семинары для преподавателей. Все, что просил, говорил, все, что я просил, это вспоминайте, что вы были у меня усовершенствовались. У меня, у меня. Не вы сами умные, 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 да, умник нашелся, из НГУ дурацкого. лингвиста, лингвиста, смешный, смешный лингвист, вот, с лютым хамством, который на английском у него из рта выходит из-под пера. Вот, а нормальный человек, да, что у меня, у меня подучились, нет, они даже этого не хотят делать. То есть, они мало того, что не научились, они начали риторику брать, элементы брать, мои методики, недоработанные, всякие. Ну, как если бы дети начали строить атомную бомбу или ракету, типа, и на ней пытаться полететь, как если бы не Знайка пытался построить ракету вместо Знайки, так по ночам выходил бы там с кончиком и собирал бы эту ракету, а потом удивлялся, почему никуда не летит. На ней вроде написано ракета, и вроде как бы и топливо даже загружено, не знаю, целый коробок спичек, но почему-то никуда не летит. Ну, как дальше, восьмая глава, chapter 8. We be flying high over the Pacific Ocean. Не we be flying high, а we have been flying high, или we are flying high. Но народ cannot make a reasonable choice which form of the verb to be shall be used. Какая форма из глагола to be должна быть использована? We will be не we will be в будущее время. We'll be flying over the Pacific Ocean and Colonel is telling me никакие он уже там не жужжал. Это переводчик от фонаря подавил, типа украсил текст паразит. And это переводится каким what a great hero. Что за переводится так, прямой перевод, а дальше вариации. Что за великим героем? Каким великим героем? Второй подвид перевода как укладчика. What a great hero I'm going to be when we get back to the United States. when we get back to the United United States. Не did United States get back get I'm going to be when we get back to the United States. He say instead of he says he say он говорит что пропускается he say дальше то что нас сильно выпивает из колени так одну секундочку теперь я паузу возьму зарядное устройство подключить в ансет я так рад что мы можем нормально работать это просто так увеличиваемся увеличиваемся и мы становимся хорошо распознаваем я про артикуляцию так продолжаем по тексту he says people will turn значит when we get back это нормально английский все сокращение telling написано то есть показано что он говорит как неграмотный человек ну типа не короче а типа кроче 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 говоря кроче говоря we be flying ну типа ну типа мы как бы мы имеем лететь то есть просто нужно было показать переводчику что фраза говорит человек на нерафинированном русском а этого из перевода неявствует так понятно he says дальше идет dead dead переводится dead мы можем ставить dead потому что у нас без dead сложно подчиненное как бы и не строится я хочу сказать тебе ты хороший человек то есть сама структура сложно подчиненного предложения в русском языке не подразумевает отсутствие слова что ясно да а в английском вот ее нет и все речь но можно ставить на письме и можно говорить конечно же но лучше ставить на письме то есть но население не ставит не говорит что he says он говорит что но что нет он просто он говорит без паузы он говорит что люди people то есть когда мы смотрим на people мы должны видеть что люди но что никакого нет зараза и паузы нет he says people will turn out turn out а сейчас уточним уточним значением звучит странно что же такое происходит что за безопасность все лодочку а да-да-да так и так я подумал собственно говоря то есть переводчик не понял смысла слова слово turn out значит turn out означает ну что угодно но только не проведут парады извините так просто там пооткрываю дальше will turn out for parades типа окажутся на парадах turn out еще turn out очень интересные значения есть то есть короче это полностью неграмотная фраза получается обернуться не обернуться как бы ну да получается обернуться очень странный ужас получается обернуться ну как бы окажутся на парадах ну хорошо можно было бы поставить при переводе что показать что форест разговаривает на нерафинированном английском можно было бы написать сейчас секундочку видно меня да могу сказать выпрутся на парады ну то есть короче говоря что угодно только неграмотный глагол выпрутся вытащатся я не знаю выползут то есть короче говоря окажутся и так далее то есть любая любая просторечная глупость какая только может быть вполне здесь была бы к месту и продолжала бы напоминать нам что форест разговаривает на языке 7-летнего ребенка 7-летнего ребенка или же которая у него останется и по концу средней школы и все дальше большинство людей так стилистику не осваивает ни в России нигде извините не в Северной Корее то есть в Северной Корее просто боятся критиковать руководство но стилистика от этого не меняется они это не начинают говорить торжественно как не знаю Шапокляр довольно грамотно говорила да торжественно и строго конечно не начинают они также говорят то же самое что и Форрис вот теперь представьте чем заканчивается Турнал Фапа Рейс значит дальше энд шит означает и другая фигня но если я бы сказал если брать букву алфавита называлась хер ну типа херня да дальше чтобы вам было понятнее то есть это было бы показало бы нам постоянно бы демонстрировало реальный смысл того над чем так долго карпел пытаясь изобразить из себя первоклассника автор этого романа Турналфа Фапа Рейс и Шит переводится ну типа и все такое но дело в том что слово Шит неприемлемо в никаком либо предличном обществе то есть как только вы открываете рот и говорите энд шит instead of энд сантин или что-то в таком духе да энд сантин ор сантин ну хотя бы энд стаф стаф уже куда-то еще не шло энд стаф и все такое переводится и все такое да куда не шло стаф еще куда-нибудь стафом возьмут на работу но со словом Шит не возьмут поэтому так вредно читать слух неправильные разговорные конструкции они начинают гидаться в плоти кровь а другого способа выучить разговорные конструкции не существует поэтому нужно выборочно нужно знать как можно говорить а как нельзя говорить дальше и я не смогу купить себе ни напиток ни напиток ни еду ни обед получается а мил это типа обеда то есть хорошая такая из трех блюд обычная из трех блюд борщ, котлеты, компот ОРАМИЛ АНАКАУНТАВ АНАКАУНТАВ Бесконечная АНАКАУНТАВ это разговорная структура то есть когда вы читаете английский толковый словарь толковый словарь на английском языке там тоже иногда приведено написано что это разговорка так вот разговорка в каком плане есть просторечие а есть разговорка АНАКАУНТАВ Это одна из структур, которая употребляется народом, в смысле по причине, но они злоупотребляют употреблением этой фразы. On account of. Everybody. Дальше. То есть on account of, типа because, because, потому что, да? Because. Не on account of, а because. То есть on account of фраза кое-где применяемая в реальной речи, но как бы ненормальная в данной ситуации, когда ее произносит человек, который не в состоянии выучить за всю свою жизнь слово everybody. Вот каким же нужно, казалось бы, быть неграмотным, да, и человеком, а Форест Гамб, извините, фанат буквально всего на свете. Он очень умный человек, да? Ну, аутичный вроде как бы. Но он бы не смог бы ничего выучить, если бы он не владел английским, понимаете? А он же лучший математик мира, получается. Мир, о чем дальше будут эти речи. То есть он заменяет бортовой компьютер на космическом пилотированном корабле, да? Of everybody. А тут, получается, everbody. И вот это everbody переводчикам не переведено, потому что он не знает, как с этим иметь дело. Ну, типа, everybody, типа усе, как говорила Бриллиантова Рукем. Кто там играл? Папанов, да? Вот, говорил. Усё пропало, шеф. A drink or a meal, an account of everybody. An account здесь просто как бы не смотрится. An account of по причине того, что, в смысле, имеется в виду, everybody else. Everybody else. Else, тут лишнее слово. Will be one thing. Wanting считается неграмотной разговорной структурой. Будет хотеть. Will want. Be one thing не нужно. Никакой be one thing не бывает. Грамотная речь. То есть это и есть нерафинированная речь. Will want to do it. To do it for me. Это правильный английский. Would want. Или will want. To do it. To do it for me. He also says, он также говорит правильно английский, that the army, то вооружённые силы. А дальше, is gonna want me, is going to want me to go on a tour. Is going to want me to go. Собирается. Is going to want me to go on a tour. То есть если Форрис говорит так, is gonna want me to go on a tour, то в принципе вот эта вот медленная гана, is gonna, это опять же показатель, показатель устной речи. Оно, если вы читаете всё слитно синтагмически вот так, he also says that the army, is, только нужно сокращать. То есть говорите, is gonna, это неграмотно, а с гана, более-менее, is gonna want me to go on a tour, нормальный английский получается. То есть гана, это не то, что нерафинированный, а это приемлемый среди тех, у кого английский является рафинированный оборот. Is gonna want me to go on a tour to drum up, to drum up. Очень интересно. Что опять? Да что ж такое? Так, сейчас меня видно, слышно по десятибальной шкале. Понятно. Я даже не знаю, как быть, а может просить вас по скайпу писать? Я не понимаю, что делать. Короче говоря, весь разбор вы не слышали, получается, да? На каком моменте всё выключилось? Это безобразие. Галина слышала с перерывами по пять-десять секунд. Так, я очень надеюсь, что записи будет всё. Спасибо. Ну, что делать? Мне главное до вас донести важнейшую информацию. И если нужно, буду проводить дополнительные уроки. Дополнительные уроки. Я говорю, вот пароль не менялся достаточно давно. Я поменял пароль, это никак не помогло. То есть каким-то образом, кто знает мой адрес IP, IP это как номер телефона, он каким-то образом умудряется вот влезать и мешать. У нас наилучший интернет, какой только есть в Америке. Самый стабильный, замечательный. Поэтому так быть не должно. И когда я сейчас, например, провожу уроки по скайпу, обрывов вообще больше не бывает. Вот вообще, от слова вообще, понимаете? Вот, значит, получается, что вот вообще, понимаете, не секунды обрыва, вот за три месяца последнего. И неожиданно на такой устойчивой платформе, как у этих ребят, украинских ребят, вот видите, да? My own conference. Неожиданно получать какие-то гадости. Гадости с обрывами. Так, ладно, еще раз повторяю, идем дальше. Значит, у других товарищей, у других учеников вообще ничего по пять минут не было. Вот у Николая, например. Хорошо, будем надеяться, что будет в записи. Можете помочь мне монтировать, если есть такая возможность. Хотите, записывайте крупным планом, потом анализируйте, возвращаемся дальше. Will turn, то есть will turn, все закончилось. Да это же вообще. А will turn, это типа вытащиться на парады какие-нибудь. Это вытащиться на парады. And shit, если вы скажете на интервью and shit, что означает и все такое, значит, вы попали. Дальше. Вас тихоньку работу не пригласит. Если вы скажете and stuff, я это говорил, сейчас напишу еще раз. And stuff. В смысле, и все такое. Это будет означать и все такое, да? Это приемлемо. Это приемлемо. And stuff. Stuff говорят все. От премьер-министра до чернорабочего. Понимаете, да? Говорят все. Дальше. Will turn это нечто типа Выползут, вытащатся, или, как он говорит, он просто неправильно употребляет слова и обороты. Вытащатся на парады. Понимаете? And shit добавляет разгром правильного английского. And I will not be able to buy myself a drink or a meal. Это правильно английский. Дальше идет показ Винстоном Грумом, насколько он может показать. У него нервная система тоже не железная, да? Разговаривать как неграмотный человек. Вот. Как будто он школу закончил, но ничего там не выучил. Or a meal. On account of. On account of. Звучит очень смешно. Because everybody... Ну просто everybody. Все остальные, кроме меня. Else тут добавлять не надо. То есть forest как бы не понимает, forest как бы не понимает, что такое else. Это типа в августе месяце, да? В январе месяце. Это смешно просто. Масло масляное. Называется автология. Will be wanting. Be wanting нельзя говорить, но уже говорит. Will want to do it for me. Be wanting считается запретной структурой. Для рафинированной речи. Но не рафинированной, как видите, люди плевали. Wanting. Естественно, показывает, что считается не wanting, а wanting. Be wanting. Это неграмотная структура. Лучше нам ее не употреблять. Will be wishing. Что хотите, да? Will want. Be wanting. Ненормальная структура. I'm wanting. Говорят только в неформальной речи, да? He also says, он также говорит, that the army, если что-то сокращается, должно сокращаться все. То есть is gonna. Это структура неграмотная. А вот если z добавить к слову army, is gonna. Army is gonna want me to go on a tour. To drum up. Так, по поводу drum up. Это такая идиома. Сейчас посмотрим. Видите, опять перевод неправильный. Это разговорная конструкция. Она должна переводиться. Она должна. В принципе, drum up это найти, но также как бы и подстегнуть. Ну, можно, можно так сказать, найти, но в принципе это идиома. Можно сказать, навязывать в принципе drum up. Ну, то есть создать шум на барабане, как бы, постучать палочками с тем, чтобы привлечь внимание, получается. Чтобы завербовать. Is gonna want me to go on a tour to drum up new enlistments. Enlistments – это новобранцы, как бы. Но давайте enlistment посмотрим, что такое enlistment. Более точно. Ну, и просто интересно, насколько часто и вообще кто это употребляет в качестве существительного? Оно, это зачисление новых, получается, не новых ребят, а для того, чтобы собрать новых зачислений. Зачислений, зачислений в армию. То есть перевод вербовать новых парней неправильный, потому что речь идет о том, в оригинальном тексте речь идет о том, что он собирается завербовать новых, 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 так же вам как же сформулировать? Ну, то есть новые заявления на поступление в армию. А у него, получается, enlistment – это существительное, буквально заявивших, что ли, заявляющих, подписывающихся. Ну, то есть записывающихся, нет такого существительного, то есть enlistment, назвать человека enlistment, как он тут называет, абсолютно невозможно. And sell bonds, and sell bonds and crap. И продавать какие-то, ну, вообще-то bonds – это не совсем, как бы, давайте посмотрим варианты перевода. Это не совсем акции. Извините. И переключается. Облигации, короче говоря. Этот переводит, что там у нас еще раз? Какие-то акции. У него акции, знаете, где? Так. Bonds. Давай опять же будете сидеть на этом параллельном тексте и думать, вот-вот-вот, это же акции. И ничего опять не выучите. Короче говоря. А вот когда люди делают какой-то анализ текста, типа по Илье Франку, это не значит, что они точно это, то не точно это переводят. Когда они пытаются переводить вот эту фразу за фразой, гарантии, что точно перевод абсолютно нет, потому что для этого нужны литературные навыки. Навыки литературного редактора. Какие-то писательские навыки. To drum up new enlistments and sell bonds. А дальше идет разговорное выражение. Опять же, если вы скажете это выражение где-либо, and crap like that, и терьмо такого типа. То есть всякую хренотень переводится. And crap like that. То вас больше не пригласят в приличное общество. Как только они услышат от вас слово «дерьмо», вы попали. And that I will be given. Это правильный английский, кроме буквы «ти», которая отсутствует в слове «н». And that, и что? And that I will be given the royal treatment. In this case correct. И вот когда он говорит «in this», вообще все это, конечно, довольно вводная информация. Она может не вызывать улыбку, но зная, что с фористом никогда ничего нормального не происходит, что-то тут уже не так. То ему окажут королевский прием. Ему окажут королевский прием как будто. Okay. In this и в этом он прав. Это уже смешно. In this he is correct. Так. Неужели вы опять меня не видите и не слышите? Видите, слышите, поставьте плюсики, пожалуйста. Кто видит и слышит, пожалуйста, поставьте плюсик. Спасибо огромное. Я говорю, вот говорить в пустоту, вот хуже некуда. Или переговаривать. Переговаривать, пытаясь уточнить. Очень сложно. Спасибо. Дальше. В Англи-Лэнд, как разговор о прошлом, настоящем времени. Напоминаю, в английском, который начали улучшать, ну просто взяли какой-то диалект. Ну хорошо. Взяли бы какой-нибудь местечковый диалект, например, из города Бавруська. Да? Или из какой-то деревни где-то. На Малогодщине. Вот. И сделали из него госязык. Оп. Молодцы. Так вот, в этом диалекте, который они пытались улучшить, не было ни будущего, ни прошедшего времени. Напоминаю вам. Так вот. Когда мы лэндед. Когда мы лэндед. Когда мы лэндед. Когда мы лэндед в аэрпорт в Сан-Франциско. Ну, я не знаю по поводу «эт». То есть народ ошибается в этих предлогах различного рода. Только шум стоит. А в Сан-Франциско. Ну, в принципе, можно сказать, в районе Сан-Франциско. Но имеется в виду, как видите. Имеется в виду справа, видите, перевод. Когда мы приземлились в Сан-Франциско. А Форрест пытался сказать в районе Сан-Франциско. То есть не на обычном, видите, в аэродроме. Я не знаю. Сейчас посмотрим. Окей. A big crowd was waiting for us. Это правильно английский. Видите, он забыл убрать «г» в слове waiting. То есть у него нервная система не выдерживает. Большая толпа was waiting for us to get off the plane. Сойти с самолета. Вот это сойти с самолета, вот эту саму структуру переводчик перевести не смог. Вот просто. Когда мы выйдем из самолета, она не встречала нас. They are, they is, народ говорит, they are care, care, care. They are carrying signs. У них в руках были различные флажки, signs, значит, какие-то призывы, объявления, да, signs, and banners, и все такое, правильный перевод. И все такое, наконец-то переводчик догнал, и правильный перевод. And all. And all это есть. And all that. And all crap like that. And shit, and stuff, and all. И все такое, отличный перевод. Тут переводчик на высоте. Kernel, это считается не колонеля, кюрнел. Kernel, гуч, looks out the window. Window, как уже выглядывает, looks out the window, или looked, прошедшая, looked out the window, window, по народу window. Как видите, ER написано, а народом считается, как и 400 лет, 500 лет назад. Просто э-э-э-э-э-э-э-э-э. Нам очень странно, когда написано ER, а англая-звечный говорит э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э. Ну, есть с неравинированным языком. Теперь я надеюсь вам понятнее, чему они пытаются их учить в школе. Какие курсы, какое совершенствование английского, какому совершенствованию якобы английского они подвергаются в школе? Какому? Я не могу. Правда, очень смешно. Дальше. Вында, то есть Якутия говорит, что концовка «и-а-р» это «юр», или «ур», ну то есть что-нибудь «ыр», но в конце концов не просто «вында». То есть по-народному окно это «вында», а окна «вында-с», потому что правильно будет «вынды-у» и «вынды-ус». «Вында-ус». А по-народному «вында», почему? Ну как вот «вында-ус» называют в России «вында», да? У меня не работает «полетело вында». Полетело окно. Вот примерно так. Вот это «вынд», старинное слово, старинное слово «окно» было «вын-ду-а». Вим-у-ин-ду-а. Эти новоязовцы, создатели новоязов, написали как «вынды-у», I'm sorry, «вынды-у» – «вынды-у» – «вынды-у» – «вынды-у» – так, «вында-у» – «вынды-у-у» – «вынды-у» – «вынды». Это надо уточнить. Сейчас, секундочку. Ух ты! Очень интересно. Как интересно. Значит, правильное было бы. Очень интересно. То есть, вообще-то, out of the window, то есть получается одно самолёта, да? Но для этого есть ещё очень интересное слово, которое звучит как в русском языке. То есть порт – это иллюминатор. Порт-холл, скорее всего, Форест не знает. То есть есть точное-точное слово, а порт-холл – это будет иллюминатор. Слово иллюминатор – это просто то, что освещает на корабле. То есть иллюминатор – здесь неприемлемо слово. А есть слово порт-холл. Ну и приходится обходиться очень простым – окно самолёта, окошечко, да? Но на самом-то деле это иллюминатор, то есть если уточнить, то это будет порт-холл. Но Форест этого почему-то не знает. Дальше. Он удивлён тем, что нет духового оркестра, медного оркестра, не знаю. Брасс – это бронза вообще-то. Брасс. Сейчас уточним. Брасс. А, латунь, господи, иметь. О, боже мой. У них и латунь иметь – это одно и то. О, господи, прости господи. Я к паянию не имею никакого отношения. Вот, паять. Короче, получается латунный оркестр. Оркестр – бэнд. Значит, дальше по поводу бэнд. Бэнд – это, например, оркестр, который марширует, вот бывает в фестивале, да? Называется «A Marching» – марширующий оркестр. Ну, у них перед всеми мероприятиями, на всех парадах духовой оркестр, который просто вот ходит, да? Называется «Марширующие банды». Наши, конечно, будут переводить очень странным образом. Давайте посмотрим, как переводчик перевёл. «Бэнд» – духового оркестра. «There to greet us». Тут автор так увлёкся, что, в принципе, написал всё на более-менее правильном английском, за исключением «out the window», «out the plane». Он испортил только «window», потом убрал эти «looks», «looked». «He's surprised» – правильный английский. То есть, по идее, нужно было написать «he be surprised». Но, повторяю, у Уинсона Грумма или он забывает писать на нерафинированном английском, или он вообще гений, и он нам описывает именно так, как люди разговаривают. То есть, смесь правильного с неправильным. И тогда это вообще просто верх гениальности. Дальше. «As it turned out», как оказалось, прекрасный английский. «As it turned out», ну и диаметический, конечно. Вот, на котором иностранцы разговаривают. «As it turned out», «the people in the crowd», «людей в толпе абсолютно достаточно». «Людей», «людей вот этой вот толпы», тут он пишет, «людей в толпе вполне достаточно». А на самом деле он должен был сказать, да, то есть перевод, видите, да, что и этой толпы нам вполне достаточно. И даже получился юмор. То есть, впервые мы видим юмор. То есть, переводчик перевел это юморным образом. Но потом оказалось или выяснилось, что и у этой толпы нам было вполне достаточно. Но полис говорит неправильно, неграмотно. «As it turned out», «the people in the crowd is quite enough». «Людей в толпе вполне достаточно». «Не толпы вполне достаточно», а «людей в толпе вполне достаточно». То есть, он говорит неграмотно. Фраза неграмотная. Дальше. «Ненормальный порядок слов». Имеется в виду, «the size of the crowd is sufficient». Имеется в виду, он пытается сказать, что людей в толпе, что количество людей в толпе вполне компенсирует отсутствие духового оркестра. «Кому понятно, что я говорю, пожалуйста, поставьте плюсики». «Дальше веселее», да. «Очень весело». «Потому что, наконец-то, начинается представление». «И какое же представление?» «То есть нам сказали, что мы сейчас прилетим, да?» «И нашу честь будут…» «Люди будут выбираться…» «Выползать на парады». «Угу». «И тому подобное». «Ой, я не могу». «Извините, ну просто, правда, очень смешно». «First thing…» «Первое, что произошло, когда мы вышли из самолета». «First thing that happened when we came out…» «Out…» «Народ, видите, пропускает…» «When we came out of…» КамАФ. КамАФ, когда как бы сошли... Слезли, что ли, с самолета. КамАФ, типа, слезли, да. В данном смысле, некрасиво звучит. Типа, слезли с самолета. А вы уже слезли с грузовика? А вы уже слезли с легковой машины? Ну, понятно. То есть, неграмотный проход, но это обычное дело для народа, учтите. То есть, я теперь прекрасно понимаю, что они говорят. После столкновения с Полисто-Кампорской, наконец-то, сглашением реального английского, я раньше все время ждал, что они будут говорить со мной, как по учебнику, как и вы, в принципе, ждали. Ждали, ждали, не должны. Теперь. First thing that happened when you came out of the plane... Должно быть не came of... Слезли, а сошли. Когда-то The plane with the people in the crowd commenced to chant in the dust was that the people in the crowd commenced, commenced, commenced. То есть правильное слово – это big gun. Ну, у них на разговорность started. Big gun. Народу big gun не нравится. А почему forest не говорит started? То есть, смотрите, они приходят в школу, это самый веселый, не говорю, нюанс сегодняшнего урока, самый доходчивый, надеюсь, самый доходчивый. Они приходят в школу, и как бы их язык, который состоит из разноцветных лоскутков, как бы одеяла, да, сшит из каких-то тряпочек, начинает постепенно как бы становиться однородным. Но процесс у большинства не завершается. Так, окей, дальше. Не завершается. И вот это commenced, commenced – это слово из высшей лексики. Это слово из лексики правящих классов. Commenced. Let's do meeting commenced. Можно так сказать. Но это круто, конечно. То есть, commenced – это начинать. Это именно приступать к чему-то там, да. Это очень умное слово. Оно слишком длинное. Но поскольку Форрест его освоил, да, вот это unaccount of и commenced, получается, что у него начинаются какие-то проблески. Начинаются, да, как у первоклассники, у пятиклассника, как у пятиклассника. Начинаются какие-то проблески аристократического, изящного английского. Комменс. То есть, когда он говорит commenced, это очень смешно, правда. Комменс, тут че, комменс, комменс, неправильно понимать слово commenced. То есть, to chanting, типа, приступили, да. To chanting. А это начали, как бы, начали. Это как бы начали выкрикивать, ну, то есть, повторять, выкрикивать. Выкрикивать одни и те же, то есть, chanting. Chanting. Или выкрикивать. Ну, chanting, по идее, это, например, кришнаиты повторяют слово, секундочку. Chant – это скандировать, это раз. Во-вторых, петь. В-третьих, воспевать. В-четвертых, повторять. В-очем, скандировать. Скандировать переводчик, как-то вот не дошел до уровня скандировать. Ну, типа, конечно, имеется в виду нечто типа выкрикивать. Но в основном выкрикивать как бы не смотрится. Получается, скандировать в нашем направлении. В нашем направлении, как бы. То есть, глупость какая-то. At us. At us – ненормальный английский. Дальше. Разговорка. And then. И затем somebody. Somebody. Дальше. Показываю. То, что я объясняю на курсе. У меня есть курс, который я провожу на уочно, на приз-курсе, например, в Москве или еще где-то. Называется курс неправильных глаголов. Pro. 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 Поскольку вот это throw, through – прошедшее время, да, якобы прошедшее время глагола, это точно оно. Потом throw – на это существительное прилагательное причастие глагол, как обычно, да, и тому подобное. Но through – народ никак не может запомнить вторую форму прошедшего времени. Еще раз, у них нет. Будущего не было и прошедшего. Им сказали о прошедшем времени говорить с буквой D в конце. И поэтому они говорят вместо throw, вместо through, они говорят вот так. Throw – ты. По идее. То есть не throw, а throw образуют прошедшее время, как иностранцы. Куже наших. А дальше они говорят вообще без ре. Так же у него… Дай секунду. Секунду. Фауд. Да. То есть без ре. Видите, да? Вот это без ре и является разговорным английским. То есть ре нет. Мало того, что прошедшее время вообще такого не бывает в учебнике, так а там еще и ре пропущено. Фауд. Фауд. Кинул. Кидать. Кинули и кидать. У них одно и то же слово. А здесь кинули, получается, потому что однотипно, в смысле одноразово, извините. А baked tomato – большой помидор. Дэ – хыт. Хыт не меняется, слава богу, да? Но если народ спросил, как будет прошедшее время, то он сказал хытит. Потому что народу в голову каким-то странным образом вбили за 400 лет, что прошедшее время образуется прибавление в дэ-тэ. А это глагол не изменяется – хыт, хыт, хыт. Понятно, да? Ну, то есть это мечта народа. Таблица должна была выглядеть так. Настоящее время, да? Прошедшее время, будущее время. Ну, типа хыт. Прошедшее время хат, ну, к примеру. А будущее время хрюк. Ну, шучу. К примеру. У них ничего этого нет, понимаете? И это очень смешно. Дальше. То есть это примитив. Детско-садовский примитив. Дальше. Фоуд. Фрул, в смысле, имеется в виду. А baked tomato – фрул, просто бросил. А baked фрул. А baked tomato – бэк или тэ, тэ, тэ становится. Бэк, кэ. Бэк становится кэ. Бэк томэйт, томэйт. Хыт, хыт. Кэрнел, куч, ин дэ фэйс. Это правильный английский кусок. После этого. Афтэдэд. Афтэдэд. То есть прямой, 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 перевод такой. Открылись, разверзлись, разверзлись. Врата ада. Перевод переводчика, в принципе, неплохой, но не настолько впечатляющий. И тут начался кошмар. То есть он просто не знал, как перевести. Ол, хел, броук. Прошедшее время. Луз. Долгое у. Луз. Терять это будет л-о-с-и, считается долгое у. Луз. Перед глухой луз становится луз. Луз. А луз перезвонка становится луз. То есть получается, что луз, луз перед звонкой считается как луз. А луз, луз перед глухой считается как луз. Вот в чем проблема, где собака порылась. То есть Форрис периодически вставляет в речь странные словечки, как Горбачев. Вот где собака порылась. Библиотика товарища Менделеева. То есть он разговаривает как неграмотный человек. С краплениями грамотной речи. А переводчик не смог его передать. Потому что у них нет чувства языка. Им даже не смешно. То есть он просто падемщик. Но ничего нет. Видите, переводят. Дальше. Полковнику Гучу. Уже смешно. Залепил помидором. В принципе, неплохо. И тут начался. И тут весь, значит, разверзлись врата ада. Там правда кошмар. Дальше. There were some cops there. Хотя там, значит, там были полицейские. Несмотря не говорится. Несмотря это он придумал, переводчик. There were some cops there. But the crowd, but the crowd, but the crowd busted through. Значит, надо посмотреть, секундочку. В каком плане он тут ошибся? Это не нормально. Секундочку. Как бы пробило, что ли. Разгромилось, как бы. Разгромило. Проломило. Проломилось через. Полностью. Разнесла. Окей, разнесла будет правильный перевод. Лучше всего. Разнесла. Тачку. А. Варен бью. Значит. Разнесла. Разнесла. Все как бы по сторонам. Значит, разбросала буквально. Как бы уничтожив полностью. Разбросав их по сторонам. Через барьер. Бастет фру. And came running. Это нормальное выражение, только гэнет. Джиня. And came running towards us. В нашем направлении. Towards us. У нас идет. В нашем направлении. У них идет направление к нам. То есть это вот. Такие вот финты наблюдаются в латыни. Towards us. Пронзительно крича. Shouting. And hollering. Визжа и крича. Все виды мерзких, гадких вещей. Все мерзкое и гадкое, что могло быть. All kinds of nasty. Nasty. Это все такое оскорбительное. Отвратительное. Очень важное слово. Of nasty things. Это нормальное things. Ни crap, ни shit. Nasty things. And they are. And they are. Видите, they is. Это не путаю слово. They are. И they, как я уже говорил. And they were. They were. They were. Там было. About two thousand of them. Две тысячи. Wearing beards. And shit. Видимо, было модно бороды заводить. Hippie. Wearing beards and shit. Ну, shit, понятно теперь, да? И дерьмо опять. And it was the... И все такое. And it was the most frightening thing. И это была the most frightening thing. А дальше идет сложная подчиненка. Значит, не have. Тут он вынужденно употребил have seen, да? Видал. Видовал. Видал. Надо же сказать было had. Но народ не следует в последних времен. Ни после вуза, ни в школе, ни как в общем. В речи тем более, в урстной речи. And I had seen. Did I had seen. С тех пор, как since we were. We were back. At the rice paddy. Where Baba. Где его друг, Баба. Его, видимо, все вы помните. Baba was killed. Where Baba. Baba was killed. Чтобы показать, что он неграмотный. Killed звучит нечто типа уложили, замочили бабу. Но слово killed в нормальной речи не существует. Она существует в ленивом английском. Нерафинированном английском. Окей. Значит, юмор заключается именно в том, что от автора идет нормальная речь, от грамотных людей здесь идет нормальная речь. А все, кто разговаривает неграмотно, например, работники Нас, Несса, психиатры, да. То есть они как бы все эти персонажи, вот типаж, как того, как они общаются с простыми людьми, вот просто разоблачен, что ли, я не знаю. На всеобщее обозрение выставлен впервые, что ли. Потому что обычно изображают грамотных людей, там, докторов и тому подобное, врачей, простите, стоматологов, юристов, психиатров, да, вот. Изображают как грамотных людей. Но они там тоже разговаривают как нормальные люди, понимаете. Когда никого нет. Вот по-дружески, когда разговаривают, то есть если в сериале между собой разговаривают о Форрест Гамп, значит, это правдивый сериал. А если они, значит, разговаривают на лексическом, как лексически, на стилистически правильном английском, извините, но это вранье, потому что люди так между собой не общаются. Ну, разве только ради смеха, ради хохмы, кавычка, как говорят в России, по приколу и тому подобное. Ну, то есть это ненормальное общение. Верен Бирсон считан, это was the most, я не проговариваю, frightening thing, пугающая, пугающая вещь. I have seen since we were back at the rice paddy по Вьетнаме, where Baba was killed. То, что написано killed, это демонстрируется, вот это само T в конце вместо killed. Напишу сейчас. Этим автор пытался передать, что говорится не, говорится не убили, да, а именно замочили или прикончили. Ну, в общем, короче говоря, неправильный глагол, какой-то не совсем корректный глагол. Вот это имеется в виду. Если сказать T, то тебя уже на приличную работу не возьмут. То есть если вы когда-то приходите и намереваетесь говорить killed, как в русском языке, T превращая в T, да? Ну, любое слово. Мёд, да вы говорите, мёд. Как только вы говорите мёд, вас на работу не приглашают. И с вами никто особо разговаривать не будет. Дальше начинается. А насколько ценна это специалист? Или человек? Насколько ценна его информация, чтобы я ещё поднял свою пятую точку и начал напрягаться, его понимать. Кому понятно всё, что я сговорю, пожалуйста, поставьте плюсики. Как весело. Дальше. Colonel Gooch was trying... Он разговаривает о прошлом, в настоящее время это ещё коряло. Colonel Gooch is trying to clean the tomato off his face. Clean off – это очень странно. Ну, типа... Clean his face of tomato. Это будет правильно. Спасибо. То, что the forest лепит, это как бы вот разговорная структура. To clean the tomato off his face and act... И вести себя... И вести себя... Ой, не могу. Dignity – это очень интересно. Но это не украинское достоинство. Секундочку. Да, это смешно. Это абсолютно не то. Не переверинзм. Вести себя недостойно, а величаво. Потому что он подполковник всё-таки. Вот. Вот это величаво, согласитесь, делает перевод весёлым. Веселее, да? Connect, dignified. Величественно. Вот. Величественно здесь больше подходит. Счистить со своей физиономией неплохой перевод помидорину. Вообще неплохой. То есть, кому-то, знаете, переводили несколько человек. Что опять? Опять ничего не видно? Вот. Счистить со своей физиономией помидорину очень неплохой перевод. Это вот как раз-таки как будто жена переводчика переводила, которая лучше разбирается в смысле английского. Вот. Я решил. Батай фигер Так. Сейчас вернулось. Так. But I had figured out. But I had figured out. Так. Кому видно? Поставьте плюсики, пожалуйста. По десятибальной шкале можете поставить, кстати. But I had figured out. But I had figured out. But I had figured out. Так. Перезапускаем. Так. But I had figured out. But I had. But I have. But I had figured out. Но я сообразил. До меня дошло переводец. Okay. But I could figure it out. То есть, я сообразил. But I could figure it out. Что нужно вообще. Опять. Черт не... To hell we did. To hell we did. С этим достоинством и с величавостью. Черт с ним. В принципе, неплохой. Неплохой перевод. Просто... Просто слово достоинства, да? Ну, как бы величаво. Как полагается ему по статусу, да? The hell we did. Cause... Это because. Cause we were outnumbered. We were outnumbered. То есть, их всего двое. Все остальные уже где-то валяются. Эти полицейские, охранники, пилоты. Cause we are outnumbered. Outnumbered это... Очень интересно посмотреть, как наши переводят. Сейчас посмотрим. Outnumbered. Секундочку. Интересно, вот они переводят эти глаголы, как неинтересно, да? Как интересно. Они вообще это превосходят, да, как бы превосходят нас... Нет, неинтересный перевод. Ну, давайте посмотрим, что он там перевел. Некрасиво так звучит. Секундочку. Так. Ни их примерно. Ни примерно. Ни примерно. А, загрузить. So it took off. А он умеет же беды. So we are outnumbered. То есть нас было в тысячу раз. Они превосходили нас количеством тысячи к одному. То есть в переводе хорошо было перевести так. Потому что они численно превосходили нас. Можно умное слово-словечко вставить, такие комбинации умных словечек. Тысяча к одному. Это правда очень весело. And ain't. And didn't have. And we. То есть у них было численное преимущество. Тысяча на одного. И у нас we. And didn't have. And we hadn't got any weapons. У нас не было никаких какого оружия для того, чтобы его, значит, начать заряжать. To boot. Интересно, как будет переводиться. Ну, то есть он неправильно слово boot тут употребляет. Так. Это интересно. Ну, русский вообще не знает ни по переводу тут, я смотрю. Переводят. Ну, как, boot, boot the computer. Так. Что тут интересно? Они переводят как сапог. Наши переводят. Молодцы какие. Багажник, сапог, я не знаю. Какой сапог? Компьютер. Секундочку. Да ладно, тут переводить неправильно. Так и переводить неправильно, да? Вот, зараза. Ну, хорошо. Давайте сделаем так. To boot. Что-то безобразие. Вот, наконец-то загружать. Ну, то есть он вместо того, чтобы сказать load, темно. Смотрите, как скрывается полностью вся эта ситуация с нестойкой, якобы, связью. Вот. Ну, он говорит to boot. Вот. А этот to boot означает не заряжать, загружать. А он пытается ее, это слово, употребить, вместо to load. То есть заряжать. Куда это он собрался загружать какое-какое оружие? Никуда. То есть речь идет о том, что человек путает слова. Но это обычное дело для любого носителя неграмотного, обычного носителя языка, который просто говорит. Если вы послушаете речь типичного молодого человека, вот, среднего, да, русского, белорусского, украинского, вот просто послушайте не на тему, о чем он говорит, а какие слова он, она употребляет, вы меня прекрасно поймете. То есть они просто говорят щепуху периодически. Они вот как Форрест Гамп, они не понимают, они не владеют смыслом слов. Они не понимают, что говорят. Вот. Это вот еще один из ярких примеров, поскольку главное при таком разборе, это донести до вас вот эти вот сами нюансы. То есть, ну, например, кто проговорил деревенщина, кто проговорил некорректно. То есть сам анализ, чтобы вы не попали на ту же самую удочку, на ту же самую, на наживку. А наживка такая, называется, выучи только академический, убейся, или выучи только форрестогамповский разговорный. А нет, наша задача взять нормальную книгу, типа Desperation Стивена Кинга, и уже четким пониманием, что когда речь идет, а когда речь ведет неграмотный человек, не писатель, да, ну, на кто угодно, он разговаривает с ошибками. И это надо понимать. Он разговаривает не так. Так, ну, например, сейчас я попробую. Вот это вот, ноу, да, например, сейчас покажу вам. Да, конечно. Болваны переводят в интернете как будто это имя. С английского яхвой перевод. Короче говоря, ноу, да, ноу, это не от мадам. Ну, к примеру, ноу. Или вот так вот, ноу, да, ноу. Могу так сказать. Или написать. Даже официальной записи толком нет. Понимаете, да, ноу. И так далее. То есть, кто говорит, например, самый образованный человек говорит, ноу мадам. Но это сильно раздражает. Дальше. Проходной вариант для всех слоев общества. Ноу. Ноу мэм. Ноу мэм. Мэм. И вот проход для самых необразованных людей. Это ноум. То есть ноум произносится как ноум. Ноум. Ну, кому понятно то, что я сейчас говорил. Пожалуйста, поставьте плюсик. Это моя любимая глава, да? Кронл Гуч. So, I took off. Так что я, типа, бросился бежать, переводится. Я решил спасаться бегством. Это, это, типа, я, 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 тут, а, туков, это, типа, а, сейчас посмотрим, как интересно, как переводят наши на английский. Откуда берется странное? Прошу собежать. Откуда же берется? Ну, можно сказать так. Я полетел сломя голову. Я побежал сломя голову. Ну, то есть, тут нужно показать, а, я не знаю, насколько приемлемо у наших, у русскоязычных сейчас, вот, в нормальной деловой такой беседе, да, в интервью и тому подобное, говорить, сломя голову, сломя голову, да, ну, что-то в таком духе. То есть, иными словами, чуть ли не ломая ноги, там, не знаю, спотыкаясь, чуть ли не ломая ноги. Сейчас мне интересно, есть ли такое выражение на русском языке, ломая ноги? Бежать. Да, есть. Я от нее бегу, ломая ноги. Отлично. Отличная ема. Вот это был бы нормальный более-менее перевод. Вот. Дальше. А теперь. Урок. Урок закончен. Пожалуйста, поставьте по 10-бальной шкале оценку за содержание урока. Качество видео, надеюсь, я улучшил. Теперь вам видно и слышно. Еще раз. Этот анализ почему-то никто провести не в состоянии. Вот от слова, как говорил, раньше шутка была такая. От слова «никто». То есть «никто» и в состоянии проанализировать, где разговорка и литературка, литературная, да? А где между? Если встретится что-то между, я вам сразу скажу. Но чтобы увидеть межграмматическую такую, да, вот, как бы, не туда и не сюда, и не устная, и не письменная, межграмматическая, просто возьмите, найдите в интернете любую книжечку из серии Power Patrol, и вы там увидите такое количество фразочек, которые вы никогда не сможете понять, употребить. То есть даже если вы поймете, вы все равно употребить не сможете. А вы не понимаете, почему это значит это. То есть у вас будут проблемы. Еще раз. Просто найдите, вот в следующем уроку найдите. Power Patrol, про щенят и паренька, который якобы помогает различным людям и тому подобное, различным собачкам помогают. Называется «щенячий патруль». Найдите в интернете любую книгу «щенячий патруль» на английском языке. Перевод этой книги затруднительен для самых маститых переводчиков, потому что там треть фраз, ну приблизительно, абсолютно не описано, невозможно описать треть фраз, ни по какой грамматике, ни в одном учебнике, нигде ничего подобного просто нет. Но тем не менее, учитывая, а знаете, что еще можете взять? «Кот в шляпе», «Кот в шляпе», «Доктор Сюз», это автор, он написал где-то 40 произведений на тему, как с детьми играет кот в шляпе, в шляпе такой полосатенькой цилиндрой, «Кот в шляпе», «Кот в шляпе», «Кот в шляпе», «Кот в шляпе». Процентов 30. Дальше. По поводу, как «How Grinch Stole Christmas». Секундочку. Почему они с артиклем дают, не понимаю. А, так называется? Ну ладно, сейчас напишу вам. Как Grinch украл Рождество, помните, да? И вот откройте любую из этих сказок и отберите мне домашнее задание вам. К следующему уроку отберите мне оттуда 10-20 фраз, которые вам непонятны. Почему они так звучат? Почему они так строятся? И мы с вами их разберём на следующем уроке. Грамматически правильно академическим, латынь. Грамматически правильно с точки зрения разговора в самом обществе между своими. Потому что иностранец явно не поймёт. Иностранцу паривают, извините, латинизированный английский. После которого он не в состоянии понимать, что говорят люди на улице. Что отвечают в магазине и тому подобное. Понимаете? И третий вид вообще около грамматический, стилистический. Который вообще не понимает никакие переводчики. То есть там очень много трактовок, и они грамматически неправильны. Не с точки зрения ушной грамматики, не с точки зрения письменной грамматики. С точки зрения письменной грамматики вообще неправильны. И поэтому вы их не можете научиться употреблять. Например, ну вот это нечто агромматическое. Смотрите. Долгое время не видеть. Что переводится? Сколько лет? Сколько зим? Ну то есть при чём здесь вообще долгое время? Да не при чём. Это сколько лет, сколько зим? Приходите куда-то и говорите. Да, давно не виделись. Давно не виделись? Это не интересная фраза. Интересная фраза «Сколько лет, сколько зим?». Видите человека через полгода. Вот полгода не виделись. Ну, три месяца. И говоришь, сколько лет, сколько зим? Ну, как бы в шутку. Каких лет, каких зим? Просто долго не виделись. Но картинно, красиво говорите. Долго не виделись. Слушай, ну сколько же времени там прошло? Это всё неинтересно. Интересно сказать. Сколько лет, сколько зим? Идиому. Так вот, английская идиома, да, странная. Это она от немецкого произошла. Это long time, no see. Этимология абсолютно не важна. Важно, что когда вы хотите сказать, сколько лет, сколько зим, вы говорите long time, no see. И long time, no see, а грамматическая фраза. А вы, нас подталкивают с детства. Как только мы учим язык, нас подталкивают говорить грамматически правильно только. Так, кому понятно всё, что я говорил, пожалуйста, поставьте плюсики. Галина, пожалуйста, скажите, видно вам меня и слышно или нет? Я вам приведу любые примеры, какие угодно. Просто найдите какой-нибудь из этих текстов, возьмите нечто, что кажется вам странным, и просто массово в следующий раз начните мне по одному вставить эти фразы. Без этих фраз разговорного английского не существует. Но эти фразы внедряются в сознание носителя языка в трёхлетнем, двухлетнем возрасте. То есть это те фразы, которые идут в мультиках. Это те фразы, которые идут в книжках. Для детишек простейшие фразы. Но эти простейшие фразы, этими простейшими фразами, не оперирует ни один маститый переводчик практически. И их не в состоянии употребить в речи никакой преподаватель английского. Хоть кандидат, хоть академик, хоть доктор наук. Сколько бы он ни учил английский, эти фразы не подвластны ему. Эти фразы формируются, только формируются, начинают участвовать в мыслительном процессе. Только когда вы их проговариваете, проговариваете, устойчиво проговариваете. Long time, no see. Научившись проговаривать, вы потом или параллельно, или потом. То есть секрет заключается в том, чтобы сначала научиться проговаривать невероятные какие-то агроматические, кажущиеся агроматическими фразами, идиоматические, понимаете? Но не те, идиоматические, что встречаются в учебниках, а те, что плюс к тем, еще и те, которые встречаются в детских книжках. А то, что встречаются в детских книжках, никаких справочников нет. Но это и есть реальные разговорные фразы, которые никто не знает из наших. В силу того, что они даже перевести их не могут. Они непереводимы. Смысл меняется от фразы к фразе, от ситуации к ситуации. Сокращенки, переставленные слова, не ведь что, но это третий вид речи, который имеет право на существование, но который игнорируется. Игнорируется при преподавании английского, как иностранцам, иностранцами, так и носителями языка. Почему? Да потому что носители языка считают, что эти фразы, само собой разумеющиеся фразы, их даже разъяснять не надо. Они их с трехлетнего возраста, с двухлетнего впитали, понимаете? Им читают книжку, а там это все идет. Им понимать это не надо и анализировать. Они в школе учат, как агроматическое объяснение длинных процессов, каких-то несложных процессов, начать объяснять на научном языке, потому что всех детей готовят к тому, чтобы они стали клерками или учеными. Да поймите, это система отбора ученых. Поэтому кто прорывается и все-таки соображает с помощью родителей самостоятельно, что нужно осваивать латинизированную техническую лексику и порядок слов, стилистику, и тот станет ученым. А кто не хочет, не понимает, зачем ему это нужно, будет просто чернорабочим или заниматься каким-то физическим трудом. И все. То есть разделение общества делится на два класса фактически. Те, кто усваивает в школе научную терминологию, вот без таких косяков, как у Форреста, а именно те, кто не усваивает. Те, кто усваивает, извините, но это пара человек просто на класс. Вот из них и получается. Авиаконструкторы и тому подобное, великие физики, химики, математики, они идут дальше, потому что они освоили эту терминологию, а большинство людей, им прямо родители говорят, да зачем вам это надо? У нас бизнес по ремонту велосипедов, мы прекрасно живем уже в течение третьего поколения. Вам это не надо. А мы продаем овощи, а мы там делаем то-то, то-то, а мы продаем старец, мы старьевщики, а мы работаем в ломбарде, понимаете, ну зачем вам научную лексику? И вот дети ничего не усваивают. А когда потом они хотят стать кем-то, там начальником и прочее, они неожиданно 18, 20, 25 лет ну где-то там отучившись против училища и прочее, ну к примеру, они с удивлением обнаруживают, что никому в обществе не нужны, начальниками их никто никогда не возьмет, и они в депрессии, принимая, не знаю, таблетки, продолжают тут, значит, в англоязычном обществе влачить жалко существование. Они потом осознают, что это общество равных возможностей, но, как ни странно, равных возможностей для тех, кто хорошо говорит и пишет. Они просто для безграмотных людей. И вот Форест Гамп как раз-таки призван успокоить депрессирующую публику, каковы до 80%, тем, что даже будучи дурачком, у тебя все равно есть какие-то спецспособности, ты должен раскрыть себе эти спецспособности, и даже если ты неграмотный, неграмотный человечек типа Фореста Гампа, эпичный, ты все равно можешь достичь каких-то высот, ты просто пока не знаешь каких. Но если ты попробуешь делать то-то, 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 откроешь свой собственный бизнес, пойдешь на какой-то семинар, то есть это еще и такая система продажи семинаров Энфони Раубинс, каких-то мотиваторов, да, то есть и так далее. Это приводит к тому, не поверите, что 80% этих депрессантов открывают какие-то бизнесы, а потом видят, что у них не хватает знаний в математике, да, в маркетологии или еще в чем-то, и они этот бизнес закрывают успешно. То есть американское общество постоянно ищет таланты, британские, ищет таланты. Но когда талант появляется на публике, он должен уметь хорошо разговаривать, то есть смотрите, вы хорошо, вот вы придумали новую подушку, какую-то супер подушку. Для того, чтобы ее лично продавать, вы должны быть не Форестом Гампом, потому что, чтобы что-то продать, нужно уже на телевидении, видеоролике, говорить лучше Фореста Гамп. И говорить то, что вам нужно говорить, а не то, что какой-то редактор напишет. Понимаете? Это ваш продукт, вы должны его уметь продать. И вот на телевидении выступают только те изобретатели, которые научились говорить, которых рафинированно английский. Потому что колхозные деревенские эти речи, Фореста Гамповская смесь ужасающая, они никому не нужны. Чисто литературный английский тоже никому не нужен. То есть нужна такая смесь грамотных выражений, перемежаемых фразами типа «сломя голову», турусы на колесах, идиомами. В речи должны быть идиомы. Себя продать в англоязычном обществе можно. Без слова «шит», но и без кому-то подружиться, партнера найти и тому подобное. Без слова «шит», без слова «крэп», без слова «ф-ю-си-кей». Это вообще неприемлемо. Но и не на латинизированном английском. То есть в вашей речи должны быть грамотные фразы. Ваша речи должны быть идиомы. И в вашей речи, когда вы разговариваете с кем-то подружески, должно отсутствовать чрезмерное количество латинизированных фраз, которые никто не потянет. То есть вы стоите где-то там, не знаю, на набережной и рассказываете потенциальному другу, потенциальному любимому человеку и тому подобное, рассказываете что-то на латинизированном английском. Да вы издеваетесь. Второго, простите, такого стоя на набережной просто не будет, если вы его чем-то особенным не зацепите, какими-то суперспособностями, в чем-то, где неважно, насколько хорошо владеете языком, потому что плохо, потому что человек разговаривает неправильно, разговаривает плохо. И вот представьте себе, что я почти всегда много лет из-за того, что я все это понял, я со всеми разговариваю правильно. Огромное спасибо за внимание. Всем всего доброго. До следующего урока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok